Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония прошла в Театре оперы и балета. На ней присутствовали полпредпрезиденты ФПФО Игорь Комаров, руководители субъектов федерации, представители Верхней и Нижней палат Российского парламента, политических партий и общественных объединений. Церемонию, как и положено, начинает глава избирательной комиссии. Вадим Михеев сообщает, впервые за многие годы итоговый протокол подписан всеми партиями без замечаний и особого мнения. Это означает, что все участники гонки согласились. Выборы прошли честно, результат неоспорим. Дмитрий Азаров заручился поддержкой большинства жителей области. Он набрал 72,63% голосов избирателей. Удостырение губернатора Дмитрий Азаров по будничному сразу убирает в карман пиджака. Как он и говорил, время на раскачку не будет, впереди работы много. Клянусь, при осуществлении полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области. Впервые за многие годы эту клятву дал коренной самарец, так что церемония, можно сказать, особенная. Дмитрий Игоревич – настоящий системный руководитель. Он уважает людей, умеет их слушать и вникает в конкретную проблему и находит оптимальный путь ее решения. В течение года Дмитрий Игоревич исполнял обязанности губернатора Самарской области. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин оказал ему высокое доверие. И я считаю, что вместе с вами, со своей командой, он делал многое для развития Самары, для улучшения жизни региона. Всего за полгода Самарская область поднялась на 17 пунктов в рейтинге инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Наконец-то стала решаться проблема обманутых дольщиков. Жилье уже получили более тысячи семей. Регион достойно принял чемпионат мира. Это несмотря на то, что еще год назад отставание по подготовке было глобальным. За тот год, что Дмитрий Игоревич руководит регионом, он практическими делами доказал свое умение решать самые непростые актуальные задачи. После длительного перерыва экономика возвращается в зону роста. Снижается государственный долг Самарской области. Исправляются явные недостатки в сфере социальной защиты населения. Вообще о приоритетах губернатора говорит и сама церемония. Специальный знак, символ государственной власти, вручает не только спикер губернской думы. На сцене и почетные граждане области, те, кто строил регион. Поздравления в этот день звучали и от представителей политических партий и разных уровней власти. Был зачитан адрес от председателя Совета Федерации. Надеюсь, что сотрудничество Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с органами государственной власти Самарской области будет и впредь конструктивным и плодотворным. Желаю вам успехов в работе на высоком государственном посту. Валентина Ивановна Матвиенко. Судя по церемонии, регион будет укреплять и межрегиональные связи. Сегодня в зале было пять руководителей других областей. Всем самарцам очень повезло, потому что за это время я узнал Дмитрия Игоревича как человека очень открытого, как человека очень порядочного, профессионального, толерантного и мудрого лидера. Поэтому я желаю всем жителям Самарской области дальнейшего развития региона и процветания. Как будет развиваться регион, решили сами жители. Причем не только проголосовав за Дмитрия Азарова на выборах, но и составив свои пожелания в стратегию развития области. От активных граждан поступило более 10 тысяч предложений. Как уже заявил губернатор, без внимания они не останутся. И после отработки лучшие будут включены в итоговый документ. Дмитрий Игоревич всегда ставит самые максимальные цели, а мы готовы все это подхватывать и вместе с ним двигаться. Ждем то, что и в будущем, конечно, много сделать для региона и в плане экономики, сельского хозяйства. Я как спортсмен, конечно, жду и в спорте большие изменения. В ближайшее время от приставок в Рио избавится и Кабмин. Правда, скорее всего, далеко не все руководители останутся на своих местах. Год на то, чтобы научиться работать по-новому, был дан. Кто не успел, как говорится, тот опоздал. Дмитрий Азаров уже заявил, перемены будут. Структура управления пока несовершенна. Сформировать правительство достойное, подстать ему самому, потому что только работоспособное правительство и глава региона смогут создать те условия для наших граждан, для того, чтобы качество жизни было лучше. Такую задачу ставит и президент, и граждане страны. И понятно, что большое внимание в своей работе глава региона уделит участию области в федеральных программах. Сейчас центр создает хорошие условия для развития. Выполняя те поручения, которые ставят перед Самарской областью, перед страной, президент страны Владимир Владимирович Путин, мы никогда не подведем. Мы сделаем все, чтобы наш регион, развиваясь опережающими темпами, повышая благосостояние граждан, стал одним из локомотивов опережающего развития нашей страны. Обещаю вам, что я приложу для этого все свои усилия, весь свой опыт, все свои знания без остатка. Ольга Павловская, Анна Ивахина, Сергей Павлов, Мария Акимова. Новости губернии.